Актуальное интервью Актуальное интервью Актуальное интервью Актуальное интервью общественных организаций, вообще, членами ассамблеи, также других сообществ края, но огромно. Какие, на ваш взгляд, сейчас царят настроения в обществе по отношению к предстоящим выборам президента? Знаете, вот, несмотря на официальную статистику, я провожу свою статистику как гражданин России, как дальневосточник, и мне было интересно и был удивлен, что такой очень высокий патриотизм в нашем крае. Особенно молодежь. Люди развернулись к своей истории, к своим корням и смотрят в будущее. Поэтому отрадно встречать вот таких ребят, молодых ребят, которые будут строить наше будущее, нашу страну. Очень встречал людей, которые были нейтральны от политики, в общем-то, не за наших, не за ваших. Они сегодня приняли устойчивое свое положение. Мы россияне, мы за Россию. России сегодня сложно в нашей стране, в геополитике. Поэтому, действительно, когда сложно, мы все объединяемся. Мы страна многонациональная, и поэтому, конечно, вот это единство меня радует. И очень приятно, что все в один голос. Будем поддерживать СВО, будем поддерживать нуждающихся, будем поддерживать страну, будем платить достойные налоги. Раньше многие этих вещей редко можно было услышать. Меняется, действительно. Меняется, мы сами меняемся. Люди меняются, общество меняется. Поэтому в этом направлении, конечно, ортат на то, что... Ну, что это все происходит. Что это происходит, да, конечно. Юлия Михайловна, вы непосредственно работаете с огромным количеством молодежи. Сами ведете пару студентов. Вот какие у них настроения связаны с выбором? Что они думают? Смотрите, Виктория, студенты Высшей школы медиа, коммуникации и сервиса, они входят в структуру Института социально-политических технологий коммуникации. Нам сам Бог велел быть внимательным к процессам социально-политическим, экономическим происходящим в обществе, следить за повесткой, анализировать ее. Но также мы общаемся со студентами других направлений. А вчера, готовясь к нашим встрече, и даже заходя в группы студентов, которые уже старшекурсники, задавая вопрос, «Ребята, кто идет на выборы?» И понятно, что так как это была неформальная история, и это не специальный социологический опрос, я, честно скажу, удивилась такому абсолютно единодушному поднятию рук «мы, мы, я иду». То есть молодежь собирается идти на выборы? Да. Причем я работаю в УЗИ с 2003 года, мы проходили разные избирательные кампании, и были разные точки зрения у ребят, были дискуссии, дебаты, то здесь какая-то такая уверенная позиция, что надо идти, мы идем все. Тут никто не дискутирует, зачем выборы нужны, или нужны все, понимают, что это курс страны на будущие 6 лет, что это ответственность. И такая взрослая, зрелая позиция. Ну, конечно, отрадно ее видеть, я думаю, что вам, как преподавателю, особенно. Уважаемые телезрители, 29 февраля общественная палата Хабаровского края провела круглый стол на тему «Общество и выборы». Этот круглый стол открыла председатель общественной палаты Хабаровского края Галина Анатольевна Кононенко. В преддверии выборов президента мы проводим круглый стол «Общество и выборы». Сегодня собираются эксперты, политологи, члены общественной палаты, люди, которые занимались подбором и подготовкой наблюдателей. То есть это тот пул людей, которые так или иначе работают над вопросом обеспечения или генетизации выборов. Мы в сложные времена проводим выборную кампанию. Я в большей степени даже не говорю об участии, о защите нашего суверенитета, а в большей степени о том, что уже внешние силы зарубеж готовы признать наши выборы нелегитимные. И поэтому на этой площадке мы сегодня обсудим ту тематику, которая нам поможет достойно провести выборную кампанию и сформировать полное доверие наших граждан к выборам. Юлия Михайловна, Вы сами непосредственно, как член общественной палаты, присутствовали на данном круглом столе. Расскажите Ваше впечатление. Очень ценно, что общественная палата Хабаровского края всегда в таких площадках стараются учесть точки зрения разных профессиональных сообществ. Были эксперты, политологи, журналисты, члены общественных советов, председатели общественных советов, юристы, социологи. И каждый из спикеров отмечал высокий рост патриотизма. С одной стороны, активное участие людей в желании наблюдать за процессами выборов, роль молодежи в избирательном процессе, зрелость определенную. И, конечно же, поднимался вопрос о том, что важно, чтобы эта зрелость была еще выражена в конкретных действиях, а именно прийти на выборы, прийти, проголосовать, не думая о том, что раз все вокруг думают, что это важно, значит, кто-то другой сходит и проголосует. Здесь важно, чтобы каждый гражданин, каждый член общества, гражданского общества понимал, что важно в день голосования, тем более выборы президента Российской Федерации, прийти на избирательный участок. И дискуссия была достаточно интересной у нас, профессиональной. Да, вы тоже присутствовали, Валерий Зароевич, что вы скажете? Да, плодоотворно проведенный круглый стол. Самый главный акцент, я для себя заметил, что надо провести эти выборы прозрачно и чисто, чтобы было все ясно, любые нарушения надо пресекать, чтобы общество, граждане понимали, что проводятся выборы честно и правильно. Поэтому в этом отношении, конечно, были затронуты очень многие вопросы, которые волнуют нас. И действительно важно, чтобы наше общество, наши люди пришли на выборы. Вопрос другой, за кого будут голосовать. У нас четыре кандидата в президенты. Но мы, наш долг, как граждан, прийти на выборы и показать хороший результат. Это наше участие в жизни нашей страны. Ну, как раз для всего этого и придается сейчас такое огромное внимание подготовке общественных наблюдателей, которые организуются в том числе силами общественной палаты Хабаровского окрая. Наверное, большей частью силами общественной палаты Хабаровского окрая. Юлия Михайловна, Вы также абсолютно в курсе этого процесса подготовки наблюдателей. Как Вы считаете, для чего вообще организовано такое большое количество наблюдателей? Зачем они нужны буквально на каждом избирательном участке? И действительно ли это так нужно? Важным критерием демократических выборов является возможность контроля за процедурой процесса голосования, почета голосов, и не только участниками избирательного процесса, но и независимыми общественными наблюдателями. Вот такая открытость, возможность увидеть процесс, реагировать, позволяет снять вопрос, сомнения о том, как все происходит. Очень важно, что сам процесс общественного мониторинга, он происходит не только в дни голосования. И вот чем больше мы погружаемся в этот процесс, тем дороже все смыслы, потому что видишь изнутри, как и на федеральном, и региональном уровне общественное наблюдение организовано так, чтобы смотреть и на процесс подготовки к выборам, работы избирательных участков, политических партий, к процессу общественного наблюдения. Общественные наблюдения принимают участие в общественном наблюдении не только лидеры общественных организаций или политических подвижений, но и юристы, представители средств массовой информации, ученые, наука, вся эта экспертность. И также обычные граждане. И обычные граждане, да. Уважаемые телезрители, у нас есть небольшое интервью одного из будущих общественных наблюдателей, который непосредственно будет работать в дни выборов президента Российской Федерации. Общественным наблюдателем я уже буду не в первый раз, у меня уже есть такой опыт, но в целом, мне кажется, интересно посмотреть, что же происходит внутри избирательного процесса. И у нас есть такая возможность. Мы можем проверить, как члены избирательной комиссии работают непосредственно со своими избирателями. Следим за всем процессом, чтобы он был открытым, легитимным. Первый раз я участвовала общественным наблюдателем при избирательной кампании мэра города Хабаровска. Здесь масштаб совсем другой, и я думаю, что и явка будет гораздо больше. И мы, конечно, надеемся на это, потому что все-таки отдать свой голос – это право и обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Виктория, хочу обратить внимание, что подготовлено более трех тысяч независимых наблюдателей в Хабаровском крае. Конечно, большое количество. Это большая цифра, и она сделана как раз для того, старались привлечь как можно больше людей, кто действительно неравнодушен, чтобы на каждом избирательном участке, где только возможно, чтобы не только центры Хабаровска, Комсомольска и сами территории Хабаровского края были задействованы и на каждом избирательном участке была возможность уверенно сказать, что выборы честные, чистые, и реагировать, если вдруг происходят какие-то, если людям покажутся нарушения. Мы, кстати, все три дня тоже находимся в штабе, реагируем на телефонные звонки и участвуем. Непосредственно в самом процессе выборов президента. Валерий Зурабович, как Вы считаете, вот такое пристальное внимание, оно не излишне? Может быть, не стоило бы так бесконечно говорить о предстоящих выборах, о том, что готовить такое огромное количество наблюдателей? Наблюдатель есть субъект избирательного процесса, и очень большое внимание уделяется именно наблюдателям. Действительно, сегодня, в наше время, очень пристальное внимание всего мира к России. И мы должны показать... Слишком пристальные. Да, слишком пристальные. Мы должны показать нашу патриотизм, нашу искренность, нашу поддержку нашему президенту, нашей стране, нашей истории. Поэтому в этом отношении идет большая работа общества Палаты Хабаровского края и другими общественными организациями, для того, чтобы эти выборы прошли прозрачно, чисто, честно, и чтобы люди понимали, что вот это единство, которое нас объединяет, еще крепче. Поэтому, я думаю, мы на пути еще более такого выздоровления и будущее за нашей страной. И у нас другого выхода нет. Это наша любимая страна, наша Россия, наша страна маконациональная. Поэтому... Ну, я думаю, что вы совершенно правы, Юлия Михайловна. Я знаю, что среди наблюдателей также много и студентов различных вузов Хабаровского края. Кроме того, студенты будут работать в качестве волонтеров и в центре наблюдения за выборами, которые будут работать в дни выборов президента Российской Федерации. Вот что студенты говорят? Они охотно шли на подобную волонтерскую работу? Вообще, на самом деле, это такая очень серьезная работа. И предыдущие выборы, когда опробировалась система привлечения волонтеров... Да, вообще сама система видеонаблюдения. Да, мы приезжали, смотрели. Это, чтобы наши зрители понимали, работа серьезная, сложная. Когда в режиме нон-стоп ты смотришь на экран, в котором отражены в прямом эфире, так скажем, изображения, что происходит на избирательных участках. У тебя на экране как минимум, по-моему, шесть картинок, они периодически меняются. Разных избирательных участков. Да, и можно прям посмотреть, что происходит вот возле урны для голосования. И ребята должны смотреть за этим непрерывно, внимательно, сосредоточенно для того, чтобы действительно фиксировать, не дай бог, какие-либо нарушения. И вот те, кто был первыми, кто прошел эту историю, они прекрасно понимают, что это очень ответственно, серьезно и требует очень большой сосредоточенности. Это, конечно, возвысило статус самой роли волонтера. Это не встречать, подавать, подносить. Это прям быть вовлеченными в всю серьезность процесса. Поэтому у ребят высокий к этому интерес. Конечно, многие хотели бы идти еще с позиции тестирования своих профессиональных навыков. Например, юристы. Ребята в юридических направлении смотрят за тем, что происходит. Или журналисты в связи с общественностью. Для них тоже понятно и важно, зачем происходит такой процесс. Но они отдают себе отчет, что это будет очень серьезно. Внимательность, сосредоточенность. Нельзя просто, например, побыть, ничего не делая, отдохнуть. Так скажем, потусить в обществе. Невозможно. Что это серьезная работа. Невозможно. Невозможно это сделать. Самое главное, хорошо, что наши предыдущие волонтеры рассказывают, как процесс устроен. Я благодарна, что и у нас, и у членов общественной палаты, на предыдущих выборах была возможность приезжать, смотреть. Мы понимаем, как происходит этот процесс. Большое количество экранов, большое количество волонтеров. У каждого волонтера своя подборка. Меняющихся каждые несколько минут. И можно по запросу прям ввести такой-то уик, посмотреть, что на нем происходит. Это возможность показать абсолютную прозрачность происходящих процессов на избирательном участке. Но я думаю, что ни у кого не будет сомнения после организации такой обширной работы и по общественному наблюдению, и по мониторингу, и по видеонаблюдению в том, насколько легитимны результаты будущих выборов президента России. Хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам в студию, выделили время. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. Вы смотрели специальный выпуск программы «Актуальное интервью», посвященной выборам президента Российской Федерации. Вы смотрели телеканал 6 ТВ. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы.